Ну, я думаю, что каждая игра это по-разному проходит и, в любом случае, нам нужно три очка брать, проигрывать, не имею право там терять очки, поэтому, а если, тем более, перед Испанией хотелось бы с хорошим настроением вернуться, поэтому, я думаю, все будут хорошо настраиваться. Приятно, что вызывает столько много, дай Бог, чтобы дальше так было. Да, сейчас, конечно, осталось две игры, надо две игры выиграть, поэтому, да, будем на атаку, ну и надо забывать про оборону. Завдание есть, каждый из нас понимает, что, так как мы играем в плей-офф с нашими, как бы сказать, историческими результатами, что мы ни разу не победили в плей-офф, то, конечно, каждый из нас не хочет играть в плей-офф. И завдание перед собой, и Домитриевский штаб, и мы ставим для того, чтобы победить два матча, и уже потом, теоретично, до вытащи, и сможем из третьего места выйти напрямую. Поэтому это завдание стоит, и, естественно, каждый понимает, что нужно играть в Македонию, и, естественно, каждый понимает, что в себе дома нужно играть в Испании. Это, я могу сказать, такий, не знаю, как сказать, это... Завдание минимум. Ну, не то, что завдание минимум, така игра, понимаете, с командой, с испанцами, с грандами, там, чи с лидерами нашей группы, и остальная игра на домашнем цикле, я думаю, это найкраще не придумаешь. Тому перемогти их дома будет, это будет очень большая радость, это очень больший результат. Тому каждый из нас настроится на эти два поединка и готовится. Я думаю, все полностью... Я вижу, что с каждым игроков разговаривали, я вижу, что все будут здоровы, все будут держать сбой. Да, я думаю, что это самый важный матч, и мы все понимаем, что это значит для страны, для команды, чтобы пробиться дальше. Хорошее настроение, отлично, я бы сказал. Все ребята готовы в сборе. Сейчас проведем несколько тренировок, и, я думаю, с самыми лучшими, с самыми хорошими эмоциями готовимся, чтобы отправиться в Македонию за тремя очками. Наша задача выиграть ближайшую игру, это первая задача, и, в принципе, выиграть, и настраиваться потом на игру с Испанией, мы тоже настраиваемся, будем настраиваться только на победу. Поэтому, значит, одна, побеждать в двух матчах и попытаться по стечению, я думаю, обстоятельств, или по очкам выходить напрямую с третьего места. Если нет, ну, тогда уже квалификация, наверное, плей-офф, ну, уже за Жека всегда, наверное, можно соскучиться каждому, потому что, по-моему, приезжает всегда в хорошем настроении, есть что рассказать, есть о чем поговорить. Я же говорю, я не люблю, что-то там, угадывать и заранее что-то загадывать. Ну, думаю, нужно хорошо подготовиться и выходить найти их, сделать результат. Будет тяжело в Македонии, потому что в этой команде ничего уже втрачать. Македонцы захочут гучно гримнути дверима, вот, и, безусловно, будет поддержка болевальников, потому что украинская команда – одна из лидеров группы, видома команда, поэтому, я думаю, что там будет непросто, но я считаю, что нам целиком по силам взять максимальный результат. Что касается Испании, то, что мы сейчас уже решили вопрос о проходе напрямую на Евро. И, очевидно, можно ожидать, что Весенди Дельбоски может проверить какие-то эксперименты в своем составе, то, что, доверивши місця тим футболистам, которые не являются последними гравцами основы. Но это тоже палица с двумя кинцями, поскольку эти гравцы, очевидно, будут доводить свое право на место в основном составе, и, соответственно, также их мотивация будет достаточно высокая.